Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также сегодня традиционный эфир, стрим в нашем телеграм-канале с торговыми идеями. Я рекомендую обязательно подключиться, если, конечно же, новостной фон, фундаментальный фон имеет для вас большое значение. Ссылку на наш официальный телеграм-канал вы сможете найти в секции с описанием к этому ролику. И мы продолжим, конечно же, традицию, то, что перед тем, как провести эфир, прямой эфир, вам будет предложено несколько тем на выбор, то есть именно вы определяете формат контента и ту тему, которую мы попробуем разложить по полочкам и максимально раскрыть. Сегодня до, соответственно, 16.00 по московскому времени голосование будет запущено в группе, поэтому обязательно не пропустите, оставляйте ваши комментарии и, конечно же, голоса. Та тема, которая наберет больше всего поддержки с вашей стороны и станет основной в ходе сегодняшнего вещания. Ну что, мы, конечно же, после Non-Farm Perls. После выходных я очень рассчитываю на то, друзья, что вы сегодня начинаете трудовые трейдерские будни с хорошим настроением, это очень важно. Это важно для самомотивации, это важно, в принципе, в понимании того, что происходит, потому что бодрость вашего духа, мне кажется, одна из составляющих вообще удачного трейдинга. Сегодня мы после дня, когда рынок следил за отчетом по американскому рынку труда, искал ответ на вопрос относительно того, что будет с монетарной политикой американского регулятора. Будет ли отчет и статистика тем самым триггером для того, чтобы ФРС стал быстрее действовать в плане повышения ставок и сокращения программы количественного смягчения. Если крупными мазками сейчас оценить эффект пятничных данных, я могу сказать следующее, что мы видим в моменте сейчас уже коррекционную динамику по индексу доллара, которая указывает на то, что трейдеры достигли каких-то локальных максимумов, которых хотели достичь и стали фиксировать свои позиции, не получив, может быть, тех самых факторов, которые стали бы стимулами и которые поддержали бы уверенность в том, что доллар нужно держать в лангах дальше. Самое главное, возможно, важнее, чем, конечно же, та локальная динамика, которую мы видим по доллару, это продолжающийся рост американского фондового рынка. Если бы все-таки статистика по Non-Farm Farrel стала поводом для того, чтобы ФРС сделал огромный шаг вперед к росту процентных ставок, американский фондовый рынок полетел бы в пропасть. Но вместо этого мы увидели чуть ли не самую результативную, восходящую, бычью динамику в рамках одной торговой сессии за последние несколько месяцев. И мне жаль, друзья, то, что я все-таки испугался вот этой волатильности в обратную сторону движения и зафиксировался перед выходом данных Non-Farm Farrel, я, в принципе, об этом говорил. Но поскольку американский фондовый рынок не дрогнул и вместо этого улетел на новые исторические максимумы, сегодня я продолжаю транслировать идею исключительного оптимизма в отношении фонда и считаю, что уровни, которые ранее были нашими целевыми по S&P, это 4,500, по NASDAQ, 15 тысяч фондов. Эти уровни будут достигнуты. И сегодня я снова в длинных позициях. Друзья, я работаю консервативно и вам тоже рекомендую. Что это значит? Это значит то, что максимальный объем, если вообще перевести его в плечи, загрузку вашего депозита по всем сделкам, не ваше причудение должно превышать 1,10. Это правило риск-менеджмента. Если много раз я уже говорил, у кого-то из вас есть пробелы с пониманием, что это такое управление рисками, обязательно пользуйтесь возможностью, которая у вас есть. Есть, обсудите этот вопрос с вашим персональным менеджером, который есть у каждого клиента компании Амаркетса. Ну что, по тем данным, которые мы получили. Количество новых рабочих мест, 850 тысяч. Принижать значимость отчетная не стоит, потому что реально выше прогнозы и максимум за последние 10 месяцев. Хорошая статистика, друзья. Но очень подпортил настройки блок данных по среднему росту заработных плат 3,6%, прогноз 3,7%. И уровень безработицы, который не снизился, а вырос с прогноза 5,7% и фактическая цифра 5,9%. Я думаю, что дальше тенденция будет продолжена. Ответы кроются в динамике изменения пропорций доли экономически активного населения. Поскольку мы не увидели коррекции на американском фондовом рынке, мы тут же обратили внимание на то, что происходит с рынком казначейских облигаций. Рынок казначейских облигаций 10-летний, трежерис просели, друзья. И текущая доходность 1,43%. Это значит то, что рынок не увидел сигналы в отчете по Non-Farm Payless относительно того, что политика американского регулятора станет более жесткой в ближайшее время. Если он не увидел, я рекомендую вам тоже не заниматься самокопанием и положиться на вот эти глобальные тенденции, которые есть сейчас на долговом рынке, на рынке эталонных рисковых инструментов. Это фондовый рынок. И все-таки еще раз обратить внимание на факт фиксации длинных позиций в пятницу. В сухом остатке получается, что я лично останусь приверженцем старой идеи относительно того, что у меня будет в шарте по-прежнему индекс американской валюты на долгосрока. Я жду симпозиум в Джексон Холле в августе и жду как раз там больше подробностей относительно того, как будет меняться политика американского регулятора. Если сигналы будут, то, соответственно, уже с сентября начну подумывать о том, не стоит ли мне изменить свою позицию касательно американского доллара. Пока что не стоит. Американская фонда, как я уже отметил, снова у меня в покупках. Золото, кстати, тоже интересно. Золото выросло вместе с рисковыми инструментами. Интересная динамика. Ну, я думаю, что рост золота был, прежде всего, связан с снижением доходности американских облигаций. Потому что золото конкурирует всегда с трежерис. Соответственно, когда снижается доходность американского рынка долго, золото становится более интересным для долгосрочного инвестирования. Кто-то увидел в росте заработных плат, несмотря на то, что фактическая цифра оказалась ниже прогноза, сигнал того, что инфляция еще, соответственно, скакнет дальше. Я в этом не сомневаюсь. Да и, в принципе, сам ФРС говорил ранее, что инфляция еще не достигла своих пиковых значений. По золоту, пока что, все-таки нужно соблюдать осторожность. Я думаю, что будут у нас более интересные точки входа и более железная позиция, когда я смогу также вам предложить сделку именно работы с рынком драгоценных металлов. Но, в целом, если вам интересна моя точка зрения, я думаю, что золото уже достигло своих локальных минимумов и дальше будет только расти. Нефть 7606 очень интересная ситуация, потому что даже в пятницу мы так и не получили фактического решения от ОПЕК по тому, насколько будет увеличен уровень нефтедобычи. Хотя решение должно было быть еще в четверг. Не договорились ни в четверг, ни в пятницу, перенесли все вот на сегодняшний день. Вроде бы как есть предварительная договоренность о том, что нужно в период с августа по сентябрь увеличить добычу на 2 миллиона посредством роста производства на 400 тысяч баррелей в месяц. Но Объединенные Арабские Эмираты против данного решения. Решение, напомню, должно быть ненагласно. А в этом регионе настаивают на пересмотре код и предоставление исключительной им для них возможности поднять производство сильнее. Будем следить за тем, как станут развиваться события сегодня. Но я думаю, друзья, что все-таки то предварительное решение о том, чтобы увеличить уровень нефтедобычи до конца этого года на 2 миллиона, это как раз и будет фактическим решением, о котором мы слышим сегодня. Но в целом этого прироста будет недостаточно, чтобы компенсировать, нейтрализовать рост спроса. И тот дефицит, который уже зафиксирован. Поэтому в отношении рынка нефти я по-прежнему оптимист. Друзья, хотя открывать новую сделку до того, как не будет озвучено решение ОПЕК, я не буду. Но если вы в лонгах, держите их. Я думаю, что 80 долларов уже не за горами. И по остальным активам. Евро против доллара 1.1851. Цель у нас по-прежнему как косочная 1.18. Мы ее не добили, хотя лоу был 1.1806. И по фунту 1.3819. Ближайшая цель, мы, кстати, ее коснулись 1.3750. Но перенесли уровень тейк-профита на отметку 1.37. Лоу был 1.3730. Прежде чем рынок рисковых инструментов развернется вслед за долларом, я думаю, что на волатильности сегодня-завтра мы доберемся до наших профитных значений. На этом, собственно, все, друзья. На хорошей вам торговой неделе. Всем пока. И до скорых встреч. Сегодняшняя встреча следующая в 16.00 по московскому времени.